Сезон простудных заболеваний у семьи Хабаровых начался еще осенью. С тех пор 4-летний малыш чуть ли не каждый месяц приходит на прием к врачу с симптомами ОРВИ. В этот раз очень тяжело у нас было. У нас был сильный кашель. Кашель был до рвоты. Поэтому сиропы нам не очень эффективно было. Врач назначил колоть антибиотик, делать ингаляции. Сейчас хорошо. Сейчас чуть-чуть покашляет. Остаточный кашель остался. В этот раз мама просит врача послушать легкие ребенка и дать направление на флюорографию. В детской больнице за праздничные дни зарегистрировано порядка 500 вызовов. Из них примерно 30 детей в день обращались с острой первичной заболеваемостью. Это в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, констатируют специалисты. Обычная сезонная заболеваемость. С учетом посещения детей массовых мероприятий и массовых мест. Поэтому никакой подъема заболеваемости нет, именно относящихся к гриппу. И вообще проведенная очень активно прививочная кампания против гриппа дает свои результаты. Станции скорой помощи тоже работают в штатном режиме. Если год назад здесь разрывались телефоны от звонков оренбуржцев и 53 неотложки областного центра в празднике работали в усиленном режиме, то в этом году количество заболевших ОРВИ или гриппом значительно меньше. За 10 дней в скорую поступило порядка 1000 вызовов, жалобы на высокую температуру, кашель и насморк. Всего за первую неделю нового года в регионе более 6000 человек обратились к врачу с подозрениями на ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора отмечают снижение заболеваемости. Однако врачи настоятельно требуют не пренебрегать профилактическими мерами. Первое – это соблюдать правила гигиены. Второе – избегать контактов с теми, кто уже заболел гриппом. Ну и, конечно же, как можно больше есть витамины. Сейчас, несмотря на спад, врачи держат руку на пульсе. Ведь волну больных с температурой ожидают с возвращением после каникул детей в детские сады и школы. Для Рабусева Владислав Горбунов и Семен Воробьев. Новости дня.